всем привет это квартирный контроль я мария федорова и в этот раз мы спустя два года возвращаемся в жилой комплекс императорские мытищи вы знаете что мы всегда следим за судьбой строящихся жилых проектов и сегодня мы хотим посмотреть что изменилось здесь с лета 2017 года но сначала давайте конечно сориентируемся по местности это московская область городской округ мытищи восточной деревне погорелки на границе с пироговским лесопарком круто правда императорские мытищи это напомню 20 жилых корпусов высотой до 6 этажей в числе объектов собственной инфраструктуры два садика на 390 малышей и школы на 800 учащихся квартирный фонд проекта это студии 1 2 и 3 комнатные квартиры метражом от 22 до 71 квадратного метра и самым доступным вариантом в июле девятнадцатого года становится студия по цене 1 миллион 900 тысяч рублей срок сдачи дома второй квартал 2020 года за два года здесь что-нибудь изменилось в проекте именно по проекту изменений не было то есть у нас также предусмотрены 20 корпусов которые будут сданы изменения конечно же произошли именно в сдаче домов плане того что сейчас на данный момент у нас уже сдано 7 домов по готовности по готовности до сентябре от сдается еще один дом и в продаже сейчас еще два корпуса так по инфраструктуре в принципе у нас все без изменений как и должно быть два детских сада один уже кстати открыт небольшой который маленький да маленький садик на 70 все верно второй садик он будет уже 2021 году вместе со школой вы начнут строить двадцатом году соответственно 21 уже начнет работать говорилось еще о многофункциональном комплексе у нас какой-то будет построен большой фитнес торговый центр с фитнесом с бассейном то есть там будет многофункциональные организации да которые вот детей также предоставляет различные развлечения обучения да то есть это будет уже ближе к совершению строительства транспортную доступность обеспечивает осташковское шоссе ближайшие станции метро медведково отсюда на автобусе или на маршрутке едем минут 20-25 и далее пешком примерно полтора километра либо ждем микроавтобус запущенный девелоперам для жителей комплекса в сети много разговоров о транспортной доступности и как бы сама вижу да что до шоссе тут километра полтора наверное больше но если до данного момента до данного места где-то метра полтора до крайних домов 1 8 сейчас на данный момент у нас установлены две остановки для общественного транспорта одна располагает в начале домов да вторая располагается чуть чуть подальше вижу остановку транспорта не вижу на данный момент ездит наша маршрутка предоставленной компании гранель для того чтобы перевозить наших жителей маршрутка ездит по расписанию каждый день 6 утра до 9 вечера а расписание но как у вас просто на самой остановки я не вижу ни расписание как раз таки это наши именно маршрутка не не то что это не общественный транспорт пока да это маршрутные машины которые возят именно на жителей местных и предоставлены самой компании здесь расписание у них висит как раз таки на автобусных остановках а также на отделе продаж платить надо заправить она бесплатная хорошо что это как альтернативный вариант для того чтобы жители могли побыстрее добираться до дома на увеличен сейчас интервал движения да это 6 утра чтобы все могли спокойно успеть на работу не переживать что опоздать так но только маршрутка города что-то больше запускать обещают сентября запустить именно автобус который будет городской он будет уже напрямую ходить до медведкова удобненько так и вот пешеходное здесь сообщение до шоссе вижу здесь широкий пешеходный тротуар до тротуара освещение есть в принципе достаточно удобно за сделан дорога хорошая еще доделаем да как раз таки этот участок он сейчас в проекте там также будет установлено освещение и будет проложен тротуар дорога после поворота практически не имеет пешеходной зоны поэтому до устройства тротуара настоятельно рекомендуем пользоваться светоотражающими жилетами местные автомобилисты вам точно скажут за это спасибо это какой номер корпус это корпус номер 13 13 он когда у вас должен быть дан вот по проектной декларации проектной декларации корпус дается в сентябре 2019 года то есть буквально через пару месяцев получим разрешение на вот эксплуатацию начнем выдавать ключи укладывайтесь да я так смотрю по готовности по конечно сейчас идет благоустройство уже территории детскую площадку доделывать соответственно придумовые территории корпус будет сдан вовремя так хорошо у вас по благоустройству как-то отличается от от первых домов или здесь также будет двор без машин вот этот концепция концепция сохраняется у нас все комплексы идут именно с тем то что позиционирование как дворы без машин и когда начнется выдача ключей выдача ключей начнется после ввода дома в эксплуатацию после сентября до декабря у нас мы обязаны выдать ключи всем нашим жителям этого дома сейчас у нас продажа корпус номер 12 он как раз таки за нами находится можно его посмотреть а у нас по сроку сдачи на второй квартал двадцатого года и еще один дом у нас вышел в продажу на 4 квартал двадцатого года это корпус номер 9 да и вижу что уже открыты магазины в готовых домах да уже открыты нас продуктов есть аптека пап самые нужные самые нужные вещь конечно очень актуально чтобы после работы приехать и можно было где расслабиться также в 13 корпусе который вот мы сдаем в ближайшее время здесь также будут коммерческие помещения на первом этаже по фасаду готовятся места под вывески здесь будут располагаться магазины аптеки салоны и также есть помещение для медицинского центра ближайшие магазины за пределами комплекса сегодня можно найти на территории соседнего жека на осташковском шоссе здесь уже работает супермаркет перекресток и кстати и фитнес-клуб но добираться сюда без машины пока что неудобно минут двадцать на прогулку уйдет точно а мы можем здесь зайти уже внутрь дома в подъезд по крайней мере да конечно можем может он чем-то отличается от данных да в принципе нет отличий нет нас создается по одинаковой технологии соответственно обустроена так что спокойно можно зайти с коляской и люди которые имеют ограниченные способности соответственно здесь одна ступенечка полу ступенечка да полу ступенечка и предусмотрен как раз таки пандус для колясок так а что тут за дверками есть подсобное помещение установлено на всякий случай раковина оно для уборщицы больше да здесь еще одна дверь пошире пошире установлен как раз таки пандус для поднятия колясок в каждом подъезде установлен лифт он один большой груз пассажирский лифт у нас хорошая кмз это карачаровский да карачаровский завод просто говорили отис хотели ставить придумали у нас в этом комплексе вот то что сейчас на данный момент до устанавливать это кмз так а грузоподъемница какая у него еще не запущен же да еще пока не запущен конечно не посмотрим потому что дом еще не виден в эксплуатации еще пока нельзя грузопассажирский да грузопассажирский ну давайте поднимемся по лестнице двери все будут от застройщика деревянные да такие в других например в пятнадцатом который у нас сдался да вот перед новым годом там железные двери установлены были так это квартира линейка линейку на ленировку на принципе как и все у нас дают сколько метров здесь порядка пятьдесят два пятьдесят четыре без мешком на стену без мешком на стен соответственно установлены перегородки по которым можно до установлениями на мешком на стену это уже по усмотрению соответственно житель понятно так и санузлы везде выделяются санузлы на полу выполняется гидроизоляция и стяжка коммуникации идут по стояку без разводки электричество заведено в квартиру до щитка слаботочка идет по стояку из межквартирного холла в квартиру тянем самостоятельно система отопления горизонтальная с разводкой по полу и установка радиаторов под окнами счетчики на тепло собраны в межквартирном холле на воду устанавливаются в стояке в квартире но перед выдачей ключей высота потолков черновом варианте 2 метра 80 сантиметров на окнах устанавливаются двухкамерные стеклопакеты в переплетах из пвх остекление балконов панорамное в одно стекло с раздвижными створками так и по конфигурации окна вижу что верхняя часть глухая не открывается так балконная створка понятное дело на поворот рядом створчика к ней это поворотно он тоже можно и открыть и проветрить и проветрить удобно верхние этажи напомню архитекторы отвели под квартиры со вторым светом и с выходом на собственную террасу при желании такие варианты можно превратить в двухуровневые как это можно реализовать мы увидели в одной из уже проданных квартир вот однокомнатная квартира продавалась до 37 метров здесь по полу первого этажа значит у заказчика было такое желание перекрыться максимально чтобы больше площадь получилась на втором этаже так как он квартиру ты детям своим купил подарил там собственно молодая семья было пожелание такое что первый этаж это будет кухня-гостиная объединенная такая лестница поворотная и на втором этаже у нас детская спальня и еще один санузел 2 для младых скажем так так значит здесь прихожая здесь получается да такая миша прихожая здесь небольшой санузел на первом этаже на втором он конечно намного больше хозяйский же будет да соответственно перекрытие делается здесь и из металла в данном случае используется 180 шейлер и двутавр соответственно класс b1 он не облегченный то есть тяжелый ну соответственно здесь значит существует монолитный пояс мы сейчас не видим закладными то есть металл приваривается к закладным также потом дополнительно анкерица что служит более еще жесткой в общем-то выселение конструкции мне скажите бетонные тоже делать до перекрытия кто-то делает бетон что дешевле дешевле металл дешевле и в дальнейшем проще будет узаконить все это дело потому что если люди заливают монолит полностью то в архитектуре говорят что это дополнительная нагрузка на монолитный скелет дома могут придраться могут да просто придраться это конструкции нисколько не уступает монолиту а даже где-то могут еще и пожестче она получается 580 это высота потолка вот отсюда видно какая она была изначально пойдемте наверх да желание хотели молодые ребята большой сам здесь получился ухты около 8 квадратных метров он действительно большой и вот получилось на первом этаже маленький и здесь вот такой ну огромный я даже сказал так я так понимаю что здесь еще выход на террасу каждой квартиры значит есть терраса на крыше 1 до 8 до 27 метров так аккуратнее а к террасе относится все что плитка выложена то что выделены плитки как видите это и есть тот метраж террасы который именно закладывается при покупке квартиры то есть там получается стоимость метража первого этажа и террас соответственно терраса бывает от 8 до 27 метров у каждого она своя как видите то есть и метраж в общем-то разные разная цена у квартиры так а здесь коэффициент не учитывается как с балконами с ну оплата коммуналки да значит учитывается это по коэффициенту 0 5 а при покупке 1 прикол нет до при покупке она идет именно 1 к 1 эксплуатировать мы здесь можем на свое усмотрение главное наверное ничего здесь не лепить ну лепить можно что-то такое легковозводимое главное здесь не жечь костры можно поставить маркизу можно да так же плетеная мебель чай кофе получается что дома активно эксплуатируются уже больше полутора лет и принципе сейчас уже вполне подходящее время для того чтобы вы могли оценить качество строительства качество отделочных работ если говорить о фасадах здесь конечно если придираться то можно разглядеть и разводы и где-то так вздувшуюся штукатурку напомню что здесь фасады отделаны облицовочным кирпичом и вот все что выше в белом цвете это кирпичная кладка окрашенная также можно где-то увидеть сколы на цокле которые облицованы плиточкой но в целом все ухожено тротуарная плитка уложена ровно что же касается асфальтового покрытия то вот здесь вот на межквартальном проезде я вижу сплошные швы вот здесь это разрыв есть но полагаю что это будет еще заделываться в перспективе но в целом ощущение ухоженности она вот если честно есть но давайте все-таки спросим у местных жителей как он здесь живется и конечно поинтересуемся о качестве строительства живых домов так с архитектуры 1 на 5 с плюсом а вот по качеству ровности стен были вот у нас на реках еще по качеству вот этих вот всех вводных кранов там которые вот стояках тоже на река немного было бы особенно в нашем доме может быть партия такая им попалась именно трубы до трубы до вода хорошая мы питьевой водой сфильтруем обратный осмос у нас стоит так нормальная вода чистая не ржавая ничего вообще не такое ничего нету отрицательного в новых домах в наших 5 14 у нас были проблемы практически у всего дома с арматурой просто срывала краны и очень много потопа в доме а вы имеете ввиду с трубами с сантехника прям срывала топили всех весь дом сама сантехника вот это фитинги да вот это вот что я не разбираюсь то есть вот так что еще даже не знаю проще хорошего то что-нибудь вспомнить хороший воздух лес открыли магазин счастья открыли аптеку детский сад только частный ходите вот я планирую отдать но потому что государственно пока нам ближайший год не светит хорошо а что там по деньгам где в садике 16 тысяч в месяц сейчас они там идут на небольшие уступки я сказала если вы соберете там несколько человек то чуть-чуть скинем мы их соблазнили да мы соблазнили тем что в лайте сейчас акция 13 тысяч в месяц и они немножко поддались на эти уговорки вот нам очень нравится мы довольны свежий воздух приятно кругом лес вот проблемы были с обеспечением сейчас вот открыли магазин транспорт плохо да единственное что у нас там а так у нас мы да мы довольны мы довольны уже на старости лет аптеки не было тоже для старых людей это большая проблема сейчас открыли аптеку мы такие довольны но понемножку ничего и вот открылся магазинчик хлеб свежий привозят булочки там вкусные мы да 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 мы очень довольны но нам вообще нравится то что мы выбирали из-за того что лес рядом чистый воздух и тишина вот у нас были главные критерии ну и архитектура нам нравится вот единственное что всех напрягает эта проблема с транспортом потому что здесь до дороги два километра и в общем ходит только бесплатно маршрутка застройщика это с перебойной и транспорт никак не запускают вот остановки мы сейчас увидели то есть они остановки были сразу они сразу тут единственное что писали люди мост трансавт или куда-то в общем они не пускают маршрут из-за того что нет светофора разворотного круга вот это вот я должен его обеспечить по всей видимости застройщик потому что дорога не введение властей а введение по моему гранель насколько я знаю остальное садик у нас пока только коммерческие магазины вот открылись есть аптека вот сейчас открылась в общем-то жить приемлемо нормально вот пока мы никуда не выезжаем только на машине поэтому нас то не очень касается но люди которые ездят транспорт гранельевская маршрутка она ходит очень редко и плохо оператор не одобрит если хватишь а так что еще связь плохая ужасно сотовая сотовая очень плохое неважно какая связь самая плохая была не честно вообще как управляющая компания работает здесь на территории работает да вроде работает ничего не могу сказать а сколько по коммунальным путежам выходит вот если без счетчиков счетчиков ну зимой было с отоплением четыре с половиной четыре с половиной это однушка 4-4 тысячи это у меня студия у меня студия 4 тысячи месяц это зимой с отоплением или нет я даже не не знаю меня дети платят дети платят убирают все со время вовремя убирается подметает дороги смотришь все расчищается мусор вывозят вовремя хорошо у меня сестра была только вот на прошлой неделе тоже она говорит ну я прямо за тебя довольна и счастлива до говорить я так так довольна за тебя что очень так что у нас все хорошо а в лес ходите гулять я хожу вот только не в этот а в другую сторону ходила пока далеко не ходила там поле у нас на поле я травки собираю сушу всякие я увлекаюсь этим делом а вот за грибами ходила один раз правда скромно еще так немножко принесла есть хорошо а здесь вот оборудован общий лес тут погулять можно так с колясочкой выйти ли только я вижу что ходят ходят где-то в субботу в эту прошлую был организован значит субботник называется лесной субботник объявления расчищают а тут нет расчищали у дома вот я вот там сильником домики в том живу девятнадцатом где магазин верный в этом вот смотрю посадили еще мне татьяна федоровна говорит ну куда мы старые пойдем молодежь пусть идет молодцы деревья посадили смотрю столько деревьев тут шесть восемь и по другую сторону очень озеленение такой сразу вопрос о медицинском обслуживании все равно же да нужно как-то к врачу иногда съездить да вы как решаете ну ну пока еще не жаль слава богу еще нас не не прихватило но видишь что здесь приезжал скорая помощь вот я здесь самим вот я говорю транспорт как у транспорта нет это хорошо здесь такого машины сейчас пока нет сейчас при патроне в том не обращайте пока ничего еще нет целому для пенсионеров вот посоветовали бы жилой комплекс и императорские мытищи да у меня дети даже готовые у меня дети даже еще саму внучки 22 года это она бабушка придет и бабушка как у тебя хорошо как бы я хотела здесь квартиру здравствуйте молодежь 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 у меня вот колячки да нет хорошо мы с вами увидели что жилой комплекс императорские мытищи вполне себя неплохо чувствует тем не менее мне бы хотелось увидеть как будет реализован вопрос с общественным транспортом и конечно увидеть всю социальную инфраструктуру в действии а это значит что мы приедем сюда обязательно еще несколько раз и обязательно покажем вам все в наших следующих обзорах чтобы не пропустить их подписывайтесь на канал не забудьте поставить лайк заходите на наш портал квартирный контроль там мы публикуем фото отчет очень полезная кстати штука потому что снимаем мы с разных ракурсов не только с выгодных ну и как всегда я желаю вам правильного выбора и до встречи